Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на своем канале. Ну, я думаю, вы все прекрасно поняли. Сегодня у нас будет видео формата «Пустые баночки», где я подвожу окончательный вердикт по использованию косметики, бытовой химии, средств для дома, все, чем я пользовалась. Конечно же, эти товары я вам показывала в обзорах покупок. Я рассказывала свое первоначальное впечатление. Но, конечно же, по мере использования, по мере окончания этих средств может у меня мнение о них поменяться в лучшую, в худшую сторону. Давайте я вам расскажу, что же мне понравилось, что нет. Как всегда, у нас тут будет разнообразие покупки, купленные в фикс-прайсе, заказанные на Фаберлик, в других магазинах, в интернет-магазинах, на Валдерес, Магните. Большое разнообразие. Но давайте сразу начинать. Так, первое, что я тут вижу. Обычный дешевый освежитель воздуха. Я его покупала в светоопоре с ароматом сакуры. Обычный освежитель. Неплохой, нехороший. Обычный, средний, бюджетный. Стойкость аромата, конечно, слабенькая, но для своей цены, в принципе, было приемлемо. Еще из бюджетных средств это вот такой ополаскиватель для полости рта от Магнита. Это, собственно, у нас торговая марка. Называется La Fresh. Я покупала разные ополаскиватели. Причем и в магните, и чистую линию, и сплат. Также покупала разные ополаскиватели и в фикс-прайсе. И знаете, особой разницы между ними я не заметила. Покупаешь ты дорогой, покупаешь ли ты дешевый. Все они работают схожи. Поэтому, если не хочется переплачивать, вот такой бюджетный, оставленный в районе, наверное, 70-80 рублей плюс-минус, вполне может подойти. Буду периодически брать. Если что-то будет дешевое по акции из таких проверенных брендов, то, естественно, буду покупать их. Если будут дорогие, то буду останавливаться на таком варианте. Следующий. Это мицеллярная вода от Невея. Покупала я по акции примерно рублей за 120 в магнит косметик уже давно. Но это серия мицеллярная вода, дыхание кожи, в составе которого есть кислород. И эта мицеллярная вода должна насыщать кожу кислородом. Не знаю, не заметила, но то, как снимала макияж, мне эта мицеллярка понравилась. Будет по акции, также смело буду брать. Тем более большой объем, 400 мл, хватает надолго. Мне нравится. Такая мицеллярка продается и в фикс-прайсе. Но если нету акции на эту мицеллярку, стоит она даже намного дороже, чем в том же самом магнит косметик. Так что буду отслеживать. Следующая пустышка. Это вот такой спрей для стирки белья, для удаления пятен. Фирма Рефлект. У меня от этой фирмы было несколько средств для стирки белья. И я вам в предыдущих обзорах показывала. Без проблем. Этого производителя можно найти как на Озоне, так и на Валберис. Мне, в принципе, понравился этот спрей. Неплохо удаляет нестойкие загрязнения, которые уже не застираны. Вот свежепоставленные пятнышки удаляет очень хорошо. Я просто перед стиркой наносила это средство на пятно. Давала полежать буквально минут 20, может 25. И потом уже отправляла в стирку. Хорошо работала. Если будет тоже приемлемая цена на Валберис, обязательно куплю еще. Потому что эффект от этого средства был. Далее, два пакетика. Это бренд у нас Квалита. Вот такой кондиционер для белья под названием Скандинавская весна. Этот кондиционер я покупала в фикс прайсе. И вроде бы он стоил 99 рублей. Нормальный кондиционер. Конечно, ароматы не сильно вот такой насыщенный. На белье он не чувствуется после глажки. А вот в процессе после стирки, когда развешиваешь, да, легкий такой приятный аромат был. Написано, что хватает на 32 стирки. Я, конечно, не засекала. Я не считала, насколько мне стирок хватило. Но где-то на месяц мне вот такого пакета хватило. Так что я считаю, это вполне хорошо. И еще один пакетик от этого бренда. Это гель для стирки. Тоже это фирма Квалита. Это универсальный гель для стирки, который не оставляет разводов. Подходит для всех типов белья. Хватает на 75 стирок. Стоит он в фикс прайсе 299 рублей. Но довольно часто на такой гель для стирки и сейчас вот не точно такой, а вот в красных упаковках на этот гель действует скидка по карте фикс прайса. И выходит примерно рублей по 230, что очень-очень выгодно. Мне понравился эффект после стирки. Хорошо отстирывает пятна, белье становится мягким. Ну и конечно же расход. 75 стирок. Возможно где-то так и есть. Тоже не засекала, но где-то месяца на полтора мне вот одного такого пакета хватило. Так что подвожу итог, что гели от этого бренда достаточно хорошие. И их смело можно брать. И что я и делаю, беру постоянно. Так, несколько тканевых масочек. Вот такая тканевая маска, которую я покупала у нас в обычном магазине косметики. Корейского маска. Вот такую маску я заказывала в наборе на Валберис. Это маска с экстрактом меда. Мне тоже понравилась. И вот такую масочку от Vitex. Это белорусский производитель. Я покупала в магнит косметик. Это разогревающая маска с ионами серебра. И вторая маска охлаждающая для сужения пор. Все масочки я использовала. Нормальные маски, хороший эффект был. Кожа становится более упругой, подтянутой. Темные круги под глазами, конечно, не убираются. Но эффект, хотя бы минимальный, есть. Поэтому смело могу рекомендовать. Если нравится, присмотритесь. Если нужно, оставлю артикул или ссылочку на набор на Валберис, который я заказывала. Потому что эти маски бюджетные и, в принципе, неплохо работают. Так, что же у меня закончилось от Faberlic. В запасе был вот такой шампунь из серии Expert 3D объем. Нормальный шампунь 3D объема, конечно, не было. Но при этом и не были у меня волосы прилизаны. Хорошо промывал, хорошо смывался. Смело можно брать. Мне вот эта серия Expert у Faberlic нравится. Многие шампуни для моих волос подходят. Еще что мне понравилось у Faberlic. Это вот такая серия для ухода за кожей лица. Называется Oxi Carbo Oxi. Это набор для карбоокситерапии. Вот так это написано. Там три ступени. Необходимо нанести сначала крем на лицо, помассировать. Через 2 минуты нанести сыворотку, которая будет позориться на лице. Подержать 10-15 минут. Смыть и потом нанести уже увлажняющий, успокаивающий крем. Эффект после применения вот этих трех этапов у меня на коже был. Мне понравилось. Действительно хорошо. Помогает тонизировать кожу и слегка ее подтягивать. Работает классно. Так, что же еще у меня от Faberlic. Вот такой гель для фиксации бровей. Это серия Glam. Мне понравился. Хорошо фиксирует брови на весь день. Тень при этом не размазывает гель, если вы укладываете цветным гелем. Тушь, не тушь, а тени, если вы используете для прорисовки. Хорошо фиксирует. Классное средство. Тем более стоило бюджетно. И еще у Faberlic мне понравилась вот такая тушь. Называется Glam Cheek. Это тушь прям супер объемом. Реснички становятся толстенькие. Реснички становятся длинненькие. Очень жалко, что она у меня закончилась. Была прям любимицей. И возможно, несмотря на то, что я сейчас перестала заказывать у Faberlic по определенным причинам. Но возможно я еще закажу. Потому что тушь действительно хорошего качества. И эффект длинных ресничек после ее применения мне правда понравился. Еще из таких запасов, стареньких запасов. Я заказывала на сайте фитокосметик набор, состоящий из шампуня и бальзама для волос. Фитнес модели это уходовые средства с эффектом ламинирования. Шампунь я уже давно использовала. А вот бальзамы добила только что. Я бы не сказала, что был эффект ламинирования. Как такового я его совершенно не заметила. Легкое чувство смягчения волос, конечно же, было. Но мне не понравилось, насколько это сильно густое средство. Потому что его было очень и очень трудно выдавливать. Вот как-то было не проработано. Возможно, нужно было бы сделать не вот такой формат упаковки. А, например, баночку. И тогда продукт доставать бы было намного проще. Ну а тут, конечно, намучаешься, пока выдавишь вот это густое средство. И знаете, эффект мне особо понравился. Покупать я точно не буду. Еще в фикс-прайсе я покупала сменные баллоны освежителя воздуха. Это для автоматических освежителей с ароматом турецкой хурмы. Тоже мне понравилось. Я покупаю постоянно вот такие сменные баллоны. Потому что в фикс-прайсе они подходят для старых автоматических освежителей. Например, сейчас у Glade вышла новая линейка. И для них как раз вот такие баллоны не подходят. А вот для старых, которые были куплены в первом потоке, когда еще только такие освежители появились в продаже, вот эти баллоны подходят просто идеально. Так, ну и совсем чуть-чуть у нас остается с вами пустышечек. Например, вот такая туалетная вода Pintoxi. Это туалетная вода продается постоянно. Магнит косметик. Стоит дешево. 230-240 рублей в зависимости от акции. Приятные, легкие ароматы. Стойкость, конечно, минимальная. Но я вот такую воду люблю покупать для ароматизации помещений. Комнат, например, наносить на подушки, на шторы. И тогда вот аромат сохраняется намного больше. Если же использовать ее в качестве туалетной воды по прямому назначению. Пустая баночка от патчей. Такие патчей я покупала на Valberis. Стоит они супербюджетно. 60 патчей. Мне хватило на месяц. Нормально, классно. В обзорах, где я показывала их, ну, в обзоре покупок, многие написали, что, типа, это дешевые патчи, нужно покупать дорогие. Знаете, друзья, я покупала разные патчи. И дорогие, и по 600, и по 700 рублей. И покупала вот такие за 100-150 рублей. Разницы я совершенно не заметила. Поэтому считаю, что переплачивать совершенно не стоит. Потому что разницы совершенно никакой. Еще у меня закончился вот такой крем. Лифтинг сыворотка для лица. Про Биодерм для кожи старше 35 лет. Я использовала эту сыворотку в качестве основы при массаже лица с использованием скребка гуаша. В качестве основного средства, например, наносить и оставлять его на коже мне не понравилось. Потому что слегка тяжеловато для моей кожи. А вот так вот нанести, помассировать и смыть. И это средство мне понравилось. Еще из дешевых средств, которые я покупаю в магните, магнит косметик, это таблетки для унитаза, которые добавляются в сливной бачок. Продаются они с ароматом леса, также с морским ароматом синего цвета. Мне нравится тот эффект очищения, который они дают для унитаза. И тот аромат. Покупаю постоянно. Одной таблетки хватает примерно на 2 недели. Стоит в районе 40-50 рублей. Так что вполне выгодно. И еще одна баночка, которая у меня закончилась, это мерцающий скраб антицеллюлитный. Я его покупала в магазине My Passion, который также есть, насколько я помню, и на Валберс. Обязательно посмотрю. Ссылочку вам оставлю. Этот скраб на основе морской соли, в который были добавлены частички блестящие. И неплохо скрабировал кожу. Но при этом, если у вас чувствительная кожа, вот такой бы скраб я вам не советовала, потому что может кожу травмировать. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по пустышкам была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Продолжение следует...